всем привет мы опять встречаемся у нас мусаж соответственно шавуа то в хану косаме израиль войне великому несчастью все время погибают солдаты ужасная трагедия в семье бывшего главнокомандующая за им кода у него несколько дней назад погиб сын а сегодня сказано что племянник сын его сестры тоже погиб надеяться что будут новости только хорошие к сожалению бои тяжелые в общем конца ну хорошо мы продолжаем нашу статью статья к недельному разделу хаи сара вот это стать эта статья посвящена тому в общем всем как бы так и абрам покупал поле с участком для захоронения сары и как из текста видно что это не только покупка не знаю семейного склепа или просто похорон на место для того чтобы захоронить умершую жену а что это гораздо больше и в общем вначале было сказано что это в общем абрам про образ человека который выкупает земли израиля что потом делали те которые были основателями перна и сот значит послушайте нашу предыдущую лекцию это выкуп земли выкуп земель называется гулат арац вот ну и там дальше вот поэтому мы сейчас читаем следующий абзац который в общем тоже вполне позиционирует тему этой статьи хорошо ну а давай начнем вас двое начнете читать по большим кускам да так бэйт альмин бэйт хаим ну как бы дом мертвых и дом живых дом жизни ну да то есть тут как бы противопоставление бэйт альмин да ну а ты не перевел кладбище и кладбище и кладбище и бэйт это понятно это как дом обычно это не бойцы бэйт кнессет например не дом собрания все-таки а синагогу в одно слово слушайте алмана это же вдова да да правильно это все как бы насколько я понимаю от слова как бы слова улам человек переходит в улам аба это все вот с этим загадочным словом и айне ламет мэм как вы знаете нейлам это даже пропавший в смысле в смысле а вида в смысле пропали ключи а смысле нейлам это то что уходит из поля зрения поэтому я думаю что это все на эту тему да и поэтому олам это тоже что-то что как бы возможно посетишь тем более оламаба но во всяком случае бэйт альмин это стандартное название то что по-русски переводит как бы кладбище такого слова нет такого сочетания как бы как бы делает такую парафраз дом смерти как бы дом жизнь окей смотрите вот чудо или как это что смотрите как смотрите какие чудеса ну вот типа этого да а в рамм мидгалых беретц лэ ореха ореха у лэ орехова зэш шишим уштаем шана на те о огало бэм мэкамот радим мэким мизбахот хофар хофар бэрот вэйдэй нло маца мануах лэкафрагло вэло канало ахузат карка а мод и что сара смотрите как смотрите как интересно как бы исходил землю вдоль и поперек в течение шестидесяти да еще только одну секунду вы понимаете почему здесь написано мидгалых мидгалых на то что по-английски волкинг по-русски прогулив обошел прошел ну да и это как бы парафразы на то что всевышний говорит аврааму тидгалых барас то есть пройдись по земле бурхау бэрхава и вот это вот как бы митзва о том что надо ходить по земле израиля поэтому он он я думаю он специально делает эту парафразу и говорит слово мидгалых то есть он как бы не просто ходит а вот он выполняет в общем подошел ее в ширину и в длину вдоль и поперек написал да да значит 60 был в течение шестидесят двух лет да да раскидывал свой шатер во многих местах да основывал отмыкаем избоход жертвенники копал колодцы но все так и все еще не нашел как бы покоя для ноги своей на ступню ноги вот так получается да и не и не приобрел не приобрел себе участка земли до смерти жены своей жены Сары да и смотрите интересно это вот вот ахуза это интересно да это от слова лаехоз правильно лаехоз это хватать держать но не хватит в смысле вот баулас схватить а лаехоз это в смысле вот держать который не отдавать правильно carte н HBO6 получается в банковске ну может быть да может это отсюда да это человек как бы при себе держать может быть да ахуза серьезно ахуза это поместье вообще Ну, в каком-то более-менее современном Ахуза – это поместье. Поэтому Ахуза от Карка, он не просто говорит Карка, это тоже, это как бы вызов, что он не покупал земельный участок, а Ахуза от Карка, то есть это некоторый real estate, вот что-то в этом плане, то есть это нечто то, что он может держать и передавать дальше по наследству, то есть речь идет о каком-то вложении, понимаете? Да. Так. Возможность приобретения земли была, как это сказать, заданием, делом. Непосильная задача. Непростым, непростым делом в то время, получается, что-то так. Ваешвейарец шамру бекенот, бекенат, бекенаут, бекенаут аля адматам обитатели земли как бы ревностно охраняли землю и не склонны были продавать ее чужакам. А бекенаут ты перевела или я пропустил? Ну, канаут ревность, как бы шамру да, в общем, да. Ревностно, ревностно оберегали. Фанатично оберегали землю, да. И не склонны продавать ее. Правильно. Вот на нату это именно склонны, да. Ле Махрай, вот этот гей, откуда он? Махрай, это в смысле, где, что, куда, что. Вот гей, гей, откуда. Он откуда пришел? Махрай ее, продавать ее. А кто она? Земля. Правильно, молодец. Земля женского рода, да. Ну, он часто повторяет такое выражение. Ну, он часто повторяет такое выражение. А, масса у матан. А, масса у матан. Да, это стандартная масса у матан. Видите, третья секунда. Я посмотрела уже переговоры, да. Матан, а нефталь. А нефталь имблейхет. Так, как, значит, как видно из вот этого вот аула? Бей на шитин, это означает, ну, в общем, как бы за сценой. За сценой. То есть, не напрямую, а за сценой. То есть, у нас есть некоторый диалог, а вот этот диалог можно расшифровать. Видно, что они, в общем... У нас есть диалог в этом самом, в нашей главе. Да, 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 да. Бей на шитин. А, это между строк. Вот, ну, тут это не сроки, но сроки между строк. Осталось между строк в нашей главе. То есть, подразумевается, как бы видно. Так, в нашей главе обымала в процессе переговоров по, значит, с этими самыми нефталь. Ну, вообще нефталь, я посмотрела, типа, какая-то то ли борьба, то ли хитрость какая-то. Нефталь, вы помните нафтали? Это вот когда рождается... Какой-то путаль. То ли, это вот такой вот. Мефуталь, это вот такой. Свечка... Свечка автальная, она должна быть... Она должна быть... Энермыфуталь, а не обычная. А он должен быть вот такой загнутый. То есть, как бы... Вот такой. То есть, я говорю, а, он говорит, б, и так дальше. Какая-то хитрая, хитрая, хитрая... А, я написал затянувшимся. Ну, в общем, он такой, да. Какой-то хитрый сбор с сынами хета. В общем, хитрый сбор с сынами. Да, например, дэрахмыфутэлят, это вот такая извилистая дорога. Ну, по-русски трудно сказать извилистый торг. Но, в общем, идея такая, что это не прямой. А вот он так, потом так, потом так, потом так. В общем, такое затянувшись. Так, цэ оре-э, оре-а. Иди і смат, типу, іди і смат рілі. Ну, да, да. Так. Мэхабдім, мэхабдім гэм мэхабдім. Мэхабдім, пачитаю, да, уважаюць? Уважаюць, мэхабдім гэм, это враам. Мэхэнім, 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 или мэхэнім ото. Мэхэнім ото. Мэхэнім ото насі, элокім ата бэту хэйну. Аваль... Тшу... Тшу... Ээээ... Тшуатам. Бэ... 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 Викаш... Викишто. А, ну у меня тут, к сожалению, я подчеркнул... Отвечают на его просьбу. Так, значит, они, значит, посмотрите, они уважают Авраама и называют его князе Божий, ты в нашей, в среде нашей. Однако отвечают на его просьбу. Их ответ на его просьбу. Вот это, мэээм, это их, правильно? Я понимаю, да. Да-да, нет, я понимаю. Их ответ на просьбу его, Бекашто. На просьбу его. Тнули, ахузат, кэвер. Дайте мне, продайте мне участок земли. Ино, ине. И вот их ответ на его просьбу, однако. Несмотря на то, что они его очень уважают. Да. Бэ... Мефхар... Кварейну... Квар, это... Квар. Квар. Точка, вижу, что это. Да, квар, вижу, да. Значит, это из лучших, как бы, из избранных наших участков. Ну, в общем, возьми любое нашу, ну, так сказать, ну, как бы... Ну, да, на кладбище мы тебе дадим место, а покупать... Пожалуйста, меди подложил в любом нашем участке. Ну, да. Ишмемену, эт, кевро, ло, ихлэ, мемеха, меквор, метеха. Ну, да. Ни один человек из нас не откажет тебе в участке... Да-да-да, то есть на кладбище мы тебе место дадим, а вот ахузат ты загнул. Да? Вот. Хаину. Хаину. Хаину, та-да. То есть, да. Нехуним анну латэт ла-леха хасуд лэй, 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 лэй-эйксу... Лэякцот. Лэякцот. Лээкцот макком квора бэквороэйну шэлэну, аваль ахузат кэвер праатит шэлах, шэлха, мешэлха, мешэлхадумы, шэя-пам... ПАМ экзамп, да. ПАМ экзамп, это такой типа слэд. Мы дойдем до этого. Да, ну вот это как раз и означает, по-моему. Это ты переборщил. Вот так. Вот, значит, мы видим, мы готовы дать тебе Хасуд. Ну, Хасуд, я посмотрела типа убежище или что-то такое. Ну, я бы сказал, готовый с тобой поделиться. Но вообще Хасуд, это в современном уровне тоже. Вот как это по-русски говорится? Есть телевизионная там передача, правильно? А есть какая-то часть этой передачи. Например, у нас это когда прогноз погоды. Так говорится, прогноз погоды, он БХасуд такой-то фирмы. То есть фирма платит деньги за то, что дается ее реклама перед какой-то частью, и она дает свой Хасуд. Хасуд, это взять кого-то под свою, ну даже опек это другое слово, но взять под свое ну вот как это по-русски называется? Свой Хасуд. Под крыло, говорят. Под крыло, да. Или, например, вот когда а, крышевать, например. Вот крышевать это Хасуд. Ну вот так. Да, да. То есть я тебе даю Хасуд. Это тоже от слова по-русски. Хас. Ухас Аллах. То есть он жалился над ним. Посмотрите, что он дал ему Хасуд, да. Вот он берет его к себе и говорит, все, его никто не трогает, потому что вот он у меня. Поэтому они ему говорят, то есть мы тебя возьмем к себе, мы тебя крышуем. Да, в лакцот, в лакцот, выделяем место. Лакцот это, лакцот это просто вот отрезать, дать кусок и сказать. Отрежем, отрежем все кусочек, кусочек, значит, для погребения среди наших, среди наших, на нашем кладбище, короче. Однако участок земли. Типа фамильного склепа, да. Типа частный участок твой собственный, это типа это чересчур. Ну да, и вот это вот выражение точно по сравнению в современном иврите, когда человек что-то такое загибает, приходит, когда человек говорит, слушай, повысь мне там зарплату, не знаю, два раза. Говорит, ну а пам экзам-то? Ну ты как бы переборщил, старик, такого не на 10% удано. Вот это а пам экзам-то, это, в общем, современный иврит вполне. А кзама, кзама, это, ну то, что просто называется парабола, может быть, я не знаю, когда это что-то, что-то больше чего-то, называется кзама. А кзама, потом вот лакзим и филит этого, это вот что-то такое говорить, что сверх чего-то. Окей? Так, сейчас я кусочек еще дочитаю, это Чимофей. Не проблем, не проблем. Это кусочек, а то нехорошо получается. Так, так, значит, поехали дальше. Босופо, да. Босופо, да. Босופо, босופо, של דבר. Зухе, абраам, леахар, масэ и уматан. Масэ и уматан. Масэ и уматан. Мега, мега. 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 Так, значит, в конце концов, Авраам как бы побеждает после долгих и сложных переговоров. Авраам получает возможность приобрести вот это Марата Мехпела за огромные-огромные деньги. Да, ООН, а так это тоже сегодняшний вид, это огромные деньги. Огромные деньги. ООН, сейчас, секунду, вот ООН, это тоже это важное слово. В финансах ООН, это, как это сказать, ну, не грубо это сколько денег, но вообще это, вот какая финансовая стоимость у человека. Когда говорят про миллионера, говорят, эй, зэ, гон, еш, лон. Гон, то есть какая у него вот, какая его финансовая стоимость. А АТЭК, это вообще от слова ОТЭК, ОТЭК это копия, я не знаю, почему это, как бы, ОТЭК это здесь, но вот ООН, АТЭК это что-то огромное. Не просто годоль, а больше, чем годоль. Да? Так, значит, 400 шекелей серебром, в которые, как бы, в рейб и сухер, как бы, которые имеют хождение среди купторов. Ну да, то есть ты получаешь деньги, и ты можешь им дальше расплатить, то есть это не какая-то местная валюта, то есть получил рупии в Индии, ты не можешь в другой стране этими рупиями платить, правильно? А если, например, типа там доллары или евро, тогда это да. То есть он ему дал кэсов, вот, а кэсов это, по-видимому, то, что ты можешь в любом месте вытащить кэсов, а кэсов он в любом месте кэсов. Это же, это, знаешь, серебро, оно везде. Ну да, это твердая валюта. И пожалуйста, оно тогда везде было серебро, можно больше денег не было. Так, а вальбэээ, а вальмэшаа, ше нефтахат, ше нефтахат, сейчас смотрю, мне записано. Ше нефтахат, а бэ пниф, бэ пниф, бэ фанав, перед ним, бэ фанав, а дэрих лэ коньен карка, бэ корох, бэ корох, бэ корох, а насевут, а гамот, а гамот, а гамот, правильно, а гамот, сейчас, значит, и получается у нас что. Однако с того времени открывается, открылась перед ним, возможно, как бы путь, путь для приобретения земли в связи, получается, с насевут, это как обстоятельства, что ли, насевут, обстоятельствами. А гамот, это какие-то сложные или печальные? Ну да, при печальных обстоятельствах, какие печальные обстоятельства. Печальные обстоятельства, смерть. То есть он покупает не для чего-то там, чтобы там, какие-то нормальные обстоятельства, а насевут, а гамот, это вот слово, насевут, это тоже, это очень важное слово, да, это все, что связано как бы с обстоятельствами. Например, когда идет суд, да, то есть улики прямые, да, а есть насебытие, то есть котов, которые косвенные, но в данном случае это причины. А гамот, это тоже слово, одно из синонимов печального обстоятельства. Да, есть царь, например, да, это больше, есть киев, это боль. А вот а гамот, это что-то такое более мягкое и больше, да, при таких вот нерадостных обстоятельствах. Так, однако его не устраивает приобретение только... Не удовлетворяется дословно. Да, и значит, Эле Торахмашалем, он как бы выплачивает полную цену за выкуп всей... Да, вот это вот слово грейды, грейды, это тоже, это, наверное, ну, то есть не, наверное, а... Но вообще это очень распространено в современном уриде тоже. Грейды – это просто. То есть он не просто покупает склеп, а обязательно должно быть Эле. Эле сейчас будет делать, то есть он не просто это делает, а что? Вообще-то будет объясняться. Ну вот он, значит, Эле Торахмашалем, вот это Авин и Токлин, я посмотрела, как... Авин и Токлин я тоже посмотрел, не очень понял, но, в общем, это хорошую плату. Хорошую плату за Авругио Лат всего поля. Ну да, то есть он не просто покупает вот кусок и вот здесь вот может похоронить, все. А он покупает нечто большее, потому что скажут, что уже купил Саде, правильно? Вот это вот цитата, да, Саде. Поля и пещера, которая на нем, и каждое дерево, которое в поле, которое во всех границах, в границах вокруг. Ну да, есть такое перечисление, что он купил. То есть он купил не просто кусок вот пустой земли, а вон там полное перечисление. Он купил некоторое, вообще говоря, задел, скажем, надел, задел, в котором центральное место, это действительно Марат Ахомашалем, но не только. Вот это то, что здесь почувствует. Пускай Тимофей читает, это что-то я обнаглела. Ну, фразу еще одну прочитаю, дальше будет. Так. Тимофей пишет, что он купил, что он купил, а в Иллах, в Иллах, лорак бейт Альмин. И есть маком, который он купил, который он купил, Ишуф. Научить тебя, научить тебя. Научить тебя, да, что отсюда, не только, как это самое. Ну, теперь, что теперь, как бы отсюда и дальше. Ну, по-русски, типа теперь, да. Дальше не только кладбище будет этим местом, в этом месте, на этом месте, но также место для жизни. Ну, проживание написал, да. Обитание, поле и как бы плантация, насаждение. Поле и сад, я написал, да. То есть, иными словами, короче, это дом, место жизни, дом обитания. Место жизни, да. Ну, вот это был кусочек, который мы представили, что он купил. Что, покупая это, про образ, он купил не только, в результате этой самой торговли, пятой и десятой, купил не только место для, как бы, послесмерти, а это начало, как бы, жизни. Вот это основная тема этой статьи. Что речь даст не только про... Вообще же, помните, было Хаэй и Сара? Вообще непонятно, почему Хаэй и Сара. Просто напоминаю, да, потому что тем, кто записи будет служить. У медицины непонятно было начало. То есть, вся Пороша называется Хаэй и Сара. Жизнь Сары. С чего она начинается? Описывается про смерть Сары. Причем тут Хаэй и Сара, когда она умерла. Она называется смерть Сары. А вот как раз вся его статья здесь, она показывает, что это действие Авраама, можно так понять, что оно связано со смертью Сары, но это начало жизни, которое связано вот с покупкой этой земли и так дальше. Поэтому было место назвать это Порошу Хаэй и Сара, хотя, опять же, совершенно нелогично, потому что она начинается с описания смерти Сары. Окей? Ну, хорошо, Тимофей, переходим к тебе. Тимофей, да. Да, пробуем. Гер о Тушах. Пришелец или поселец. Да, вот это хорошо. Хорошо, да, это очень многозначные эти слова, но вы знаете. Да, видимо, есть различия. Ну да, Гер это в данном случае человек, который пришел пожить от слова. Пожить. Да, но и по-русски тоже. Лагур – это пожить, а лошов – это, ну, типа сидеть, обитать, проживать. То есть, вот здесь вот, поэтому, может, по-русски это не очень, как бы, но на иврите – это крайница очень большая. Лагур – это физически, я жил в этом месте, там, не знаю, с 5 по 8 число, или два года. А вот Тушах – это ослово, это яшвут, это поселение, это поселиться. То есть, это вообще, говоря, как бы, сдобить в этом месте корень и вообще развиваться. Поэтому вот мы сейчас видим, что его разговоры Авраама в Торге, там как раз эта тема проходит такая, что первый Тушах – эти две ипостаси, очень, как бы, важные, правильно? Окей? Давай. Бутах дворов, людней хэт, Омер Авраам. В открытии слов его, перед сынами хэтом, говорит Авраам. Гервы ташафа махи и махэм. Ну, да. Пришелец и поселинец, я с вами. Это непонятно, то есть, либо так, либо так. А почему он говорит и так, и так? Идея одно противоречит другому. А почему он говорит, я с вами и так, и так? И это, наверное, как-то объяснено. Окей. Умови раши, бейквуд, берешит раба. Да. И приводит раши в предисловие к берешит раба. Нет, здесь бейквуд, а слово эки в пятка. По следам. Следуя, следуя, мидрашу берешит раба. Я понял. Раши цитирует и, как бы, обрабатывает то, что написано в берешит раба. Да? Окей. Им терцу, гарени, гер, в им ло, то шат. Да, лав. Ну, это, в общем, из устной торы. Из мишны, из гемары. Это место ло говорит слово лав. Вот это ваффе в конце. Ну, в принципе, это то же самое. И что он говорит? Текст всегда очень сжатый в мидрашах, поэтому, как бы, особенно в переводе, гораздо больше места занимается. Окей. Если увидите гер. Не, подойдите, что такое терцу? Так. Рацион захотите? Ну да, если захотите. То есть, как вы говорите, есть, согласитесь. Им терцу. Ну, тут нет слова оскама. Но терцу, в смысле, если у вас будет, если вы, как бы, все будет хорошо, если вы будете со мной вась-вась, то я буду с вами гером. Окей? А если нет? Если нет, буду поселенным. Буду туша вам. То есть, как бы, скрытая угроза. Он говорит, если сейчас по-хорошему все пойдет, я, как бы, нормально, я с вами воевать не буду. Я буду с вами гером. Все. Но если вы настаиваете, не отдаете, я вам сейчас врежу. И он говорит, тогда я вообще с вами буду туша вам. А откуда это выходит? Окей. Откуда он, на чем основывается, на чем основывается таана? На чем основывается вот это вот утверждение, аргументация, что он может быть тушао? Вот теперь приводится дальше. Мэри Бейта, Бааль Абайт, Медраж Раба. Да. В общем, ссылка на какой-то Медраж Раба. Ну, вот Медраж Раба, это сборник, есть сборники Медражей, ко всем книжкам Хумаш. Есть Медраж Раба, есть Брешит Раба, есть Ваикра Раба, есть Шмот Раба и так дальше. Это сборник Медражей. В самом Медраше написано Мэри Бейта. По-видимому, по-арамейски. Ханан Барад переводит, написано Бааль Абайт. Он говорит, я вообще, как бы, вот он утверждает, что он Бааль Абайт. Откуда он, на Араварам, выводит, что он Бааль Абайт? Я возьму ее, я возьму ее, мин один, что значит, мин один, по праву. То есть, если вы будете убираться, то вообще я вам сейчас докажу, что на самом деле Бааль Абайт, это вообще я. То есть, хозяин я. Я у вас ее возьму, себе по праву. Почему? А вот дальше аргументация. Да. Шамар ли акадош баруку, везреха, этен, эт гарец, азот. Да. Ибо сказал мне Всевышний Богославян, он потомство твоему дам землю эту. Ну да, то есть, как бы, Абрам держит у себя в кармане некоторую вот купчую, которую ему Всевышний дал все. Но он им сразу не говорит это. Говорит, так, ребят, торг здесь неуместен, да? Вообще-то земля моя, вот прочтите и все. Он не говорит. В каком-то смысле мне кажется, я помню, мы когда-то обсуждали, когда еще в Москве были. Это очень похоже на ситуацию, которая продолжается в Израиле, да? Ну, то есть, как бы, у нас в кармане, грубо говоря, да? Это вот свидетельство о том, что то, что ей сейчас говорят, только в другую сторону. От моря до реки, от моря, в смысле, земное море до реки, до Ярден, это все земля Израиля, да? Но мы как бы не показываем это. Это происходит вот так вот с начала шестидневной войны, вот теперь, значит, с газа, то есть это вот так. Ну, в принципе, есть купчая. Вот у Абрама то же самое. У него в кармане лежит купчая, но он ее не вытаскивает. Он предпочитает с ними разговаривать на их языке. Говорит, давайте, я куплю, я вам заплачу и все прочее. Но при этом, при этом, как говорит Медреш Раба, ну, видишь, на самом деле, в том, что он говорит Герра Тошаб, можно это говорить так, что там вообще есть такой диалог, который они тоже якобы понимают. Он говорит, что если вы согласитесь, то да, Герр, все нормально, деньги заплачу, и давайте мы квиды. Ну, а если нет, вот я сейчас вытащу бумажку, в которой, вообще говоря, написано, что вся земля на маня. Окей, ну, это Медреш. Хорошо, поняли? Идем дальше. Да. Ведай, энзеп, шутош, эльмикра. Да. И это, в общем, не просто так, не случайно. Нет, он говорит, ну, ты близко к этому говоришь, но простой перевод такой. Ведай, это водаут, это, конечно, очевидно. Эйнзеп, шутош, эльмикра. Это стандартное выражение. То есть, это не пшат писания. То есть, это не простое понимание, которое называется пшат. Ну, конечно, это Медреш. По-простому так нельзя сказать. То есть, это понятно, что Раша должен был привести этот Медреш для того, чтобы, как бы, вот, вписать его в свой пшат. По-простому невозможно найти, почему бы, такую странную фразу. Окей, но он говорит, ну, это, конечно, не пшат. Окей. Так, один был Авраам, поэтому не пришло время завоевания земли. Правильно, правильно. Вот я так понял, что и хат, а я Авраам, в том смысле, что он был индивидуум. А вот Гебушарес, когда во времена Йошуа Бенун, это пришел коллектив, которому уже было сказано при выходе из Египта, захватывайте земли и так дальше. Авраам находится на уровне индивидуума, поэтому еще не пришло время осуществлять то, что сказано Гебушарес. Поэтому, конечно, это, конечно, не пшат, а это, конечно, драж. Окей? Ну да, в следующем продолжении он это объясняет. Да, 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 да. У Бихвалика емит Абхина Бруха. Абхана, да. Абхана Бруха. Бейн Кивушк, Леуми, Бейн Киньян Тратим. Сто процентов. И из-за этого, и поэтому... Нет, Бихваль, это, ну, и вообще, как бы, это такое общее слово. Ну, и вообще, как бы, Бихвали. Бихвали, альма, там и дабе. А чем ты вообще говоришь? Альма Пихваль говорит, ну, и вообще, вообще, Каемет существует. Вообще существует понимание ясное. Абхана – это разделение. Абхана, вы, конечно, знаете, это пробитка, правильно? Бохан, что такое Бохан у детей, которые учатся в школе, ну, подростков? Это экзамены. Вот называется, ты Бохан прошел, а в арте Бохан, вот называется Бохан. В любом месте это называется Бохан. Бохан – это экзамены. Поэтому здесь Абхана, Абхана – это тоже слово, которое вполне в современном виде. То есть, существует все равно четкое разделение между чем? Между завоеванием народным и частной покупкой. Ну да, то есть, Абрам, пока что по Пшату, он занимается, конечно, частным приобретением. Но мы видим отсюда из Медраша и Кахан Парадгой, что это прообраз вообще того, что потом будет Кибушиарец и освобождение Белар-Дома и так далее. История – это прилагательно, да. Так, по всему этому, Мецеен, Кан. Мецеен, в смысле, подчеркивает, от слова ЦИЮН. От слова ЦИЮН, кстати, от этого же слова, да, это что-то выделяющееся, подчеркивает, да? Подчеркивает здесь Медраша правду истину, да. Да, правду и истину, да. Идея – это от слова идея. То есть, правду идейную и правду какую? Да, историческую. Ну да, 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 да. Окей, в чем она заключается, двоеточие? Штей опциот каимот на геулат арес. Ну вот это то, что я по памяти говорил, да. Да, две опции существуют для освобождения земли. Ну да, мы уже объясняли, термин геулат арес – это большая тема. Это не просто покупка, а это освобождение. Я думаю, что это именно, почему называется геулат арес? Потому что это именно освобождение того, что было изначально отдано евреям, по каким-либо причинам находится не в их руках. И вот есть два пути для того, чтобы освобождать земли, освобождать их от тех оков пут, или рук, в которых они оказались. Потому что вернуть их к настоящим хозяевам. Поэтому я думаю, это слово геулат. Геулат – знаменитое слово, ну вот там хабанники усердные говорят, геулат, машех и все прочее. Геулат – это освобождение. Окей? Какой первый путь? Значит, первое – наследование земли. Ну, рахишат – это покупка. Это то, что делает овраг. То есть первое – это по-простому. Просто купить. Да, рахишат – карка. Понемножку, понемножку. Правильно. Кама-кома. Кама-кома. Вот это знаменитое. Есть Рафхайм Друхман. Да, он очень поживой человек. Черт, я вдруг забыл. По-моему, он скончался. Мне кажется. Рафхайм Друхман, по-моему, да. Мне кажется, я не ошибаюсь. Он тоже, когда мы приехали, он нас тоже очень как бы принимал. И все, и все. Он был один из таких лидеров, раввинов, религиозных сианистов. Очень известный. Вот у него книга очень известная, называется «Кама-кома». Кама-кома – когда тоже, ну, в общем, как бы религиозно-сианистский подход о том, что постепенное освобождение, постепенное продвижение, несмотря на то, что современный Израиль не похож на то, что видели пророки и пятые десятые. Но вот этот процесс, он называется «Кама-кома». Это постепенный процесс. И этот постепенный процесс – это и есть, ну, вот, процесс, как бы, прихода машин, только всем постепенно. Называется «Кама-кома». Вот у него книга «Кама-кома». Окей. Так как покупают? В? Деньгами. В БКС. Ну, да. В БКС и ВХЗК. Что значит, ВХЗК – это, по-моему, это переводится по-русски типа «купча». То есть ты купил, тебе дают купчу. Правильно? И тогда ты говоришь. Все. Он приходит, человек говорит, слушай, а что ты делаешь на земле? Ты говоришь, вот у вас я купил, у меня есть «купча». То есть вместо того, чтобы показать бумажку, где написано «вот, Всевышний нам дал», ты дает бумажку, на которой написано тем языком, который понимают, как бы, соседи. Ты говоришь, вот у меня есть «купча», я ее купил. Казака – это «купча». От слова, как бы, лаокзик держать. Да? Да. Так, вот думал бы, вот раз. Да, ну, вот это да. Это один из, как бы, таких лозунгов был. Ну, и на сегодняшний момент, мы вообще, значит, на момент вот до государства Израиля был «от, дуном, вы, от, дуном, вы, от, дуном». То есть, ну, вот понемногу, да, еще один дуном. Дуном – это мера площади, правильно? То, что по-русски нравится квадрат, это чего? Окей? Вот «эз», ну, по-моему, это просто овца на самом деле. Да, ну, типа овца, да, типа. Ну, вот постепенно. По-моему, «эз» – это «казар». Это мы уже переводили, это, я помню, что было. Правильно? Ну, какое-то похоже было тоже. Ну, может быть, да, да. По чуть-чуть, по «казе», по «нашу». Да, по «казе», да, вот по «казе», да. Хорошо. Тоже важно. Так, путем, значит, «бедерихатсионит», путем «сианискин», а «масидшэн», «кэрнкаеметлийсвэй». Ну, да, действиями еврейского национального. Да, вот «практической дорогой», да. «Сианискин» – «практическая дорога». Практический сионизм, получается. Да. Там будет дальше другой сионизм, еще один. Ну, да. А сейчас вот это вторая. Какая вторая дорога? «Вэшния», «дерих ивуш», «басадэ», «кэрнкаем». Да, это «смехут», поэтому «садэ» превращается в «здэ». «здэ окра». Так, и вторая – путь завоевания в поле… На поле боя. То есть военным путем. Есть два пути. Первый путь – это просто покупка, то, что делает Авраам. Ну, а если не получается, тогда создаются такие условия, когда Израиль захватывает. Ну, вот, например, «Шестидневная война». Хороший пример. Окей? Да. Так. Опция шлешит של «витур»… 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 «витур аллаорец». «вейсталкут Онэна». Лизрах Это повторение того, что у нас было съемок Ну да, а вот Ну хорошо, я не буду Переводи, да Пробуем, смотрите, витур Витур очень важное слово И оно имеет очень сильную коннотацию Витур 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 это Компромисс Это уступка Человек говорит, аниме ватэ Значит, я тебе уступаю У нас был такой спор Я говорил, а, ты говорил, б, все, пятое, десятое Я говорил, мое, ты говорил, мое, я говорю, аниме ватэ Я тебе отдаю Вот почему это так говорит Ханан Парад Потому что вот это слово витур В те дни, когда он писал Ну и сейчас тоже Это центральная тема была левого лагеря О том, что витурим А именно уступки Или отдавания Да, это главный способ достижения мира Поэтому Это находило свое выражение В таких лозунгах Самый главный лозунг левых был Вот, может быть, до седьмого октября Шалом Ахшаф Шалом Ахшаф Что? Шалом Мир сегодня Шалом Ахшаф Ну да, но В отношении Штахим Это было так Штахим к Мурат Шалом То есть ты отдаешь землю Они тебе отдают мир Но казалось, что это совершенно не работает То есть это идеологически неправильно Они-то со своих-то никто не спрашивал Согласны они на это Они-то не обоих Ну да, да, да Но это главная тема Поэтому Да, поэтому Он говорят вот эти вот слова Которые его Аудитория Они как бы Слышат совершенно В однозначном тоне Поэтому он употребляет эти слова Ну хорошо Шальвитура ля арес Да То есть вот Уступка земли Или отдача земли и уход с нее. Исталкут – это тоже очень важное слово. Исталек – это удаляться. Вот, например, про Любавичского Рэбби говорят исталкут. Но тот, кто верит в том, что он все-таки скончался. Мы даже оставим на Любавичского Рэбби Зиханолова Раха, например, про отцадика. Про отцадика, например, неправильно говорить, что он умер, как умирают обычные люди. Называется исталкут. По-русски это что-то типа уход из мира. Вот лейсталек – это вот кодица. Интересно, что это слово однозначно однокоренно со словом сели. 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 Почему? Не знаю. Не знаю. Когда вот Рошана, знаете, там есть перед едой едят симоним. Вот один из этих симонов, он как раз свекла. Один – это морковка, потому что гезеры говорят, что были нам к зерот хорошие, а врагам плохие. И еще что исталку и вейну. Чтобы удалились наши враги. Вот это вот исталкут. Ну, в данном случае это типа ухода, но это слово сильное. Поэтому я как бы остановился над тем, чтобы его перевести. Окей? Дальше. Да. Значит, или компромисс. Правильно. Размеживание или как-то. Халука – это разделение земли. Он говорит, нет, землю отдавать ни в коем случае нельзя. Ее можно только приобретать. Либо первым способом, либо вторым. Грубо говоря, мирным, либо военным. А третьей опции нет. Почему? Да, и на Каэме это не существует, потому что Всевышний сказал. Правильно. Потомкам твоим дам землю этому. Да, только все правильно, только грамматически. Вот это вот двор Ашем. Здесь двор – это смехут. То есть это существительное. Это не глагол. То есть не сказал Ашем, а слово Всевышнего. Окей? Да, окей. Ну, хорошо, давай дальше. Так, я бы, если честно, Аня передал очередь. Ну, как хочешь, можешь читать, по-моему. Тяжело. Как хочешь. Так, мы ас в Адьямейну не цевут. Ни цавут. Слиха, ни цавут. Ни цавут, что и опциют. Правильно. И с тех пор до наших дней, ну, как вот, стоят существуют вот эти две опции. Ну, да. Ни цавут и ни цав. Ни цав – это представлено. Это что-то, что стоит. Стоят, да. Так, иногда одна против другой, а иногда, как интересно, как это, правило большого пальца, что ли? Нет, почему? Сообщающиеся сосуды. А, сообщающиеся, по правилу сообщающихся сосудов, одна бок о бок, а бок о бок другой. То есть иногда, как оппозиция, либо так, либо так. А иногда, получается, и так, и так. Так, и так, вот. Да. Гамба – это шива цион. Ит нацху. Бенем, штей аскалот. Аскалот. Аскалот – это от слова «школа». Это греческое слово, отсюда и русское слово «школа». Аскал – это школа. Особенно сейчас, также во время, как это, шива цион, как это? Ну, шива цион – это стандартные обозначения словами пророка, а именно возвращение евреев в современное время на Землю. Возвращение в Сион спорят между собой две школы. Правильно. Зу шель ционит амасит, а шер дегела бешетат от Дунам в ООТ-Эс. Да. Везу шель атнуа аревизионистит. Правильно. Шер тава, тава, она тава. Тава, тава, рибунут, лакевуш, бэкоах, азруах. Да, ну, он сейчас не про Аврама, а у нас еще две шкёшколы. Одна вот этого практического сионизма, которая провозглашает, значит, вот один Дунам и одна Казаха. Еще, нет, еще, еще Дунам и еще Казаха. Ну, по-русски Казаха это смешно, правильно. Ну, так вообще, да. Вот Дунам и вот Эс. Это такая была. Вы понимаете, то есть это рабочая партия. Это, ну, как бы... Это левая партия, которая говорила, что потихонечку... Ну, да, хотя это, конечно, не такие левые, как сегодня были, потому что они тоже, в общем, идея. Вот Дунам и вот Дунам. Сегодня вселенцы этим занимаются. Но я знаю, что тогда это была партия... Это было движение... Это Шель-Нуа, движение ревизионистов. Это Жаботинский. Жаботинский, который потом превратился в Лейкут. Которая, значит, как бы... Требовала, утверждала, да. Требовала себе власти и завоевания силой, ну, как это, руки, мышцы. Да, 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 да. То есть они говорили, ничего, ничего, никакие переговоры, все захватывают. Да, в общем, захватывают. Амишор Рагадоль Урицви Гринберг. Парсам, боец... Парсам боец... Парсам боец... Мео... Меурот. Меурот. А слега, Меураот. Меураот, событие такое, слово называется. Имя, Меураот. И большой поэт Урицви Гринберг опубликовал во время вот этого... Что за время такое? Меураот называется... Это стандартное название для периода арабских погромов, которые предшествовали возникновению государства Израиля. Это были в основном в Лохе Грони, но не только. 28-й год, это я знаю. Да, 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 ужасные арабские погромы. 25-30-х годов, понятно. А, кстати, слега, я посмотрю, он называется Большой арабский мятеж. Ну, это 28-29 год, я точно тебе скажу. Недавно как раз я там в связи с этим что-то читал. Так, Башнат, это был 36-й год, я посмотрела, по-моему, он был. 5696-й, получается. Окей, да. Так, Шир... Ну, пульмус, это... Пульмус, это полемический. Полемический, правильно, да. Пульмусе, Хариф. Хариф гневный. Ну, Хариф, да. В общем, такой она опубликовала вот в этом году, такой вот сильный полемический, значит, стих. Катарто под названием «Эметы хат Волоштайм». Одна правда и нет двух. Теперь смотри, вот дальше целый кусок, кстати, если хотите, я могу прислать линк. Ну, я нашла уже поэтический перевод, могу прочитать. Пожалуйста, да, я тоже, да. Есть такой Миха... Я нашел Михаила Польского, он известный переводчик. А я нашла еще одного товарища. Что, Пинхас Гиль? Нет, некий... Какой-то Алекс Терновский или что-то типа там. Я знаю, что Пинхас Гиль переводит. Ну, хорошо, пожалуйста. Ну, это более современно. Более современно. Ну, я сейчас... Мы переведем уже подстрочно. Ну, давай, да. Если будет время, посмотрим. Работэйхэм лимду эрец бэкэсэв никнейт, получается, никнейт, никнейт. Никнейт, да. Куним эт анир... Давай мы по строчкам, давай по строчкам. Учителя ваши учат. Землю за деньги приобретаются. Да. Куним эт анирвэ токимбо... Маэдэм. Прямо купим, купим, возьмем бумагу и купим, ну, как это, возьмем... Мы видим, что это... Маэдэр... Маэдэр это мотыга, по-моему. Мотыга, да. Какой-то сельскохозяйственный инструмент. И возьмем, прямо тоже... Воткнем, воткнем в нее, получается. Да-да-да. Мир, я думаю, это здесь не бумага. Мир, ну, как... Ну, этот вот документ. Возьмем документ. По-моему, это сельскохозяйственная какая-то. Ну, может быть, не знаю. Окей. Там сказано, имеется в виду, как я поняла, по переводам именно имеется в виду, что... Ну, может быть, да. Может быть, да. Ну, типа, это... Значит, воткнем в него вот это в мотыгу. Да. А я скажу, что землю... Не за деньги землю приобретают. И мотыгой копают только могилы для покойников. Ну, погибших в смысле. Погибших. Погибших. То есть, она годится только для того, чтобы закопать в нее, в общем, уменьши. Ну, не только. Он говорит, что землю вообще это не предмет торговли. Земля покупается... Крови... Да. Вот, сейчас, сейчас, так. Значит, так. В Анохи, да. В Анохи Амер. Эрец. Них бешет бедам. Варак. А них бешет бедам. И кудешет лам. К душат Адам. Я скажу. Земля, как бы, приобретается, завоевывается кровью. Да. И только, как бы, завоеванная кровью будет свято для народа. Да, да. Ну да, то есть, не говорите про деньги. Деньги – это продажность. Это мы не говорим про куплю-продажность. Мы говорим про завоевание, про смерть, про то, что это завоевывается кровью. Да. Да. А варак Аголех Ахарей Атотах Басаде Зохехен Лалехет Ахарей Махарашто Атова Альзе Асаде Шенник Баш. И только, как бы, прошедший, идущий следом за пушкой, по полю, за орудие, достоин потом пройти по плугам, по земле, которую он завоевал. Ну да, то есть, тот, кто… Он явно за цвей улицы Германии. За войну, за войну. Вас долго учили за землю платить серебром. Купи себе лук и вскопай его в поте лица. А я говорю, что деньгами, слезой и добром копают лишь яму, в нее положить мертвеца. А я говорю, только кровью светится земля. Крутые ее тропы и смертью чреваты пути. И только, прошедший за пушкой по тучным полям, достоин впоследствии там же за плугом идти. Вот такой перевод. Окей, но мы более-менее в посрочнике, в общем, так и поняли. Окей. Да. Анухи, Омер, эметы хат вавуштаем. Кэшэмэшэ хат у кэшэм шэээнштэй Рушалаэм. Котова бэторат акибушэль мошэ вэяшуа адле Ахарон. Я скажу, значит, одна правда и нет двух. Как солнце одно и как имя, как это, что нет двух Иерусалимов. Ну да, как Иерусалима одна и не два. Дин не два, да. А, написано, значит, написано, видимо, в Торе Мушея и Ашоа, как они, как завоевание Мушея и Ашоа. Ну да, Мушея и Ашоа. Ашо и до Харон, и до последних царей, интересно, Лави Ахапацу. Какой-то раненый лев у меня получил. Лави Ахапацу. Ну, смотри, должно быть рифмование. Лави Я – это львица. Поэтому говорит последнего царя и раненый львица. Эмед, Эмед, Ше, вот это вот я тут немножко затруднилась здесь. Правда, Ше, Ше, Нигал, Йод, два. Ну, смотри, дословный перевод такой. Эмед, правда, которые зубы рассеяний и предателей. Ашо, зубы, а, вот этих предателей, как это? Ну, Ахлу терзали, ели, как угодно. А, которые терзали, правда, которые терзали зубы предателей. Ах, ну вот что такое. Все, что-то и зубы-то, и зубы. Так, мы еще что-нибудь успеваем или уже ничего не делаем? Да, пожалуйста, давай до конца дочитаем. Так, Ахаль Аф, Ацмато, пиютит шели, значит, улицы Гринберг, и двор Аф, он димло Мифхан, а Макарот вело Бен Мифхан а истори ва идеи. Идеи, ну а слово идея, да. Несмотря на, как бы, силу поэзии Гринберг. Правильно, да, сильную поэтическую мощь, да. Его, вот эти слова не выдерживают, критики. Правильно, не выдерживают, да. Ни, как бы, со стороны источников. В смысле Тори, то есть, другого говоря, все-таки по Тори так считают, как она, но это не так. Ни со стороны истории идейности. Да, и Мифхан это проверка. Как бы, да, ни исторической проверки, ни тароидальной проверки. Роботину Ашер Лимдуну Керрик Бекесов Никнит, учителя наши, которые учат, что землю за деньги приобретают. Ну да, это известное выражение. Эрис Бекесов Никнер, нельзя отрицать. Не тогда, говорит, за Кесов, да, покупается. И нам рак Эрман Герман. Да, он перечисляет основателей Керрик Бекесовича. Эрмана Шапирова и Усишкина, это были не только вот эти вот Герман Шапирова и Усишкина. То есть, это не они придумали, да. Ну да, то есть, Эрман Шапирова и Усишкина, они как бы не сами это придумали. Они шли по следам про отцу, окей? Да, значит, это Абрама. Так, это на въезде, на выезде. Да, приходит в Шхемиян, да. Буаха, слово главу, да. Вот, Ахэн Эмет Адавар. Так, поэтому... Ну да, это действительно так. То есть, это в этом истина. Это правда, да, истина. Есть время, в которое недостаточно приобрести за деньги. И... Ну и мотыгой, в смысле, обрабатывать мотыгой, да? Да. Есть необходимость. Нет, есть необходимость. Есть необходимость. Взять оружие, получается. Но если это сабля. То есть, иногда, действительно, иногда недостаточно только покупать, либо пахать. А тогда придется брать за саблю, то есть за оружие. Да. Для освобождения Израиля из рук притеснителей, да. Для освобождения земли из руки чужой земли. Ну, чужое, чужое что-то. Чужое... Это не... Но хри, но хри, это такое... Второе обозначение. Синоним Гоя, то есть не евреи, не еврейских рук. Ну, какой-то нехороший человек, короче. Кахая Баямэйну, Бэмельхамад... Милхэмэд. Милхэмэд Шихрур. Правильно. Милхэмэд Шишет Аэмэм. Правильно. Это так и было в наше время, в войне за независимость и в войне шестидневной... Шестидневной войне, правильно. Правильно. Милхэмэд Шихрур. Мы идут. Мы идут. Итверждают. От камы Айта. Итьяш... Ай... Итьяш... Итьяшвуд. Правильно. Нефтах. Не, не, Мафтех, Мафтех, ключ. Мафтех, Мафтех, Раицов, Мапад, Амадина. Да, переведи, это тоже. Это одна из основ идеологии религиозного сиронизма. Сейчас мы ее поймем в этой фразе. Однако конкретно эти войны... Нет, именно, я думаю, именно эти войны. Именно конкретно эти войны показывают, что ли, до какой степени или до какого момента заселяется? Сейчас скажу, как это оформляется. Нет, это существительное. Тьяшвут – это заселение? Нет, и тьяшвут – это очень важное слово. И тьяшвут – это одно слово, которое означает «вся поселенческая деятельность». Ну, грубо говоря, «все поселения». Это «вся поселенческая деятельность» называют словом и тьяшвут. Так, в общем, что-то такое насчет поселения. Ключ к, как это, оформлению лейтсуф, как это? Правильно. К форме, оформлению карты. Да, я перевел так. Но именно история этих войн подтверждает, насколько наличие еврейских поселений, это вот ведь тьяшвут, да, случилось ключевым моментом формирования границ. «Карты границ государства». «Лейтим Бымаком Шенихраш Ателем Ахарон Шамниква Каф Агвуль». Вот именно. И иногда. Иногда в том месте, где прошла последняя какая-то бразда получения. Правильно. Да, правда. Там про Спрахов определяется граница. Значит, ты все правильно перевела. Какая здесь идея, какая идеология. Это, кстати, всегда релевантно. И сейчас, например, с газа тоже релевантно. Почему? Идея такая, что армия, ну, в случае Израиля, во всяком случае. То есть, армия, она защищает или стоит на позициях там, где находится поселение. То есть, если нет поселений, то рано или поздно оттуда армия уходит. И на самом деле история, как бы, современного Израиля, она пока что-то так. Например, там, где не было поселений, например, Ливан. В среднем погибают солдаты. Там была полоса безопасности. Значит, начиная сообщественные движения. Были движения четырех матерей, у которых упали там сыновья. Она провела очень большой общественный резонанс. Которые говорят, зачем нужно там все время погибать? Давайте выведем войска. И тогда, если что-то начнется, мы тут же бурно ответим. Ну, как бы, понятно, что у них боль, страдания. Но, как бы, с исторической проверки это лживая формулировка. Потому что никто не начинает войну. Все время начинают. Ну, что там, из-за одной ракеты, из-за двух ракет. А потом у них уже тысячи этих ракет сейчас будут всех обстреливать. Это не происходит. А вот если есть поселения, то их надо защищать. Например, сейчас на севере. Почему говорят, что невозможная ситуация современная, когда Хизбалла, она на границе сидит? Потому что просто людей вывезли из Кучайки Риадшмона. И люди говорят, мы туда не вернемся. Потому что там небезопасно жить. То же самое на юге. Понимаете? Поэтому вот Ханан Парад, не зная этих событий, Но он говорит такую вещь, что там, где поселение, там находится армия. И это вот этот спор идеологический с левыми, которые говорят, надо все поселения демонтировать. Правильно? Уйти всем на клочок земли. Поставить сильную армию на границах. И будем же, как в Швейцарии. А проверка времени оказалась, что это не так. У меня дело не идеологически, не с точки зрения безопасности. Поэтому Рафханан Парад здесь говорит, это неправильно. Зачастую, действительно, там, где проходит символический борозда, Там, где живут евреи, вот там и определяется гвуд. Почему? Потому что армия говорит, мы должны здесь, мы должны быть охранять. А когда убирают поселение, то постепенно армия оттуда уходит. Все. И земля, как бы страна сжимается. Ну, хорошо. На этом остановимся. Правильно? Наверное, да. Хватит уже. Окей. Ну, по-моему, очень хорошо. Очень хорошо. Читали замечательно. Очень интересно. А у Тимофея, ты говоришь? Нет, нет, все нормально. У меня сегодня голос такой. А у Тимофея замечательно читал. Все было очень классно. Вот. И, ну, опять, я это практически каждый раз говорю. Ну, и сейчас повторю. Мне, во всяком случае, всегда очень интересно читать и переводить Ханан Парад. Потому что, несмотря на то, что это написано, думаю, лет 15-20 назад, вот, насколько все это актуально и все это просвечивается через историю Израиля и чуть прошедшего, а самостоятельно сегодняшний день, все абсолютно то же самое. Особенно, особенно сегодняшний момент, когда правда Ханан Парада, она, ну, просто стала очевидна буквально Да, да, к сожалению, все так и есть. Потому что самое главное слово сейчас в Израиле, в Иосифович, как бы, вот, выражение, это падение концепции. Вот концепция именно левой, 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 концепция левая, она рухнула. Почему? Потому что убили, прежде всего, представителей, как бы, ну, левых, все самые кибуцы, которые чудовищно пострадали, и там были дикие зверства, это самые-самые-самые-самые левые левые. Говорится, потому что, как бы, не подчеркивает, но это крушение всей концепции. А концепция как раз против того, что говорит Ханан Парад, против того, что говорили религиозные сионисты и вообще, как бы, люди, которые верят в землю Израиля. Правильно? Окей. Стой, ну, коротко, если можно, действительно, можно сказать, что концепция друг друга. Нет такого времена, что люди сейчас снова в Израиле успокоятся и все, заново начнут. Смотри, я тебе скажу такую штуку. Во-первых, сейчас подразделяется, да, то есть происходит на наших глазах, то есть за 36 лет жизни в Израиле, да, на наших глазах была ломка в другую сторону. То есть было, постепенно продвигали, продвигали концепцию. Я сейчас читаю книгу, которая стала бестселлером. Она называется «Ловушка осла», на еврике, естественно. Человек описывает, как идеи, которые были, что она радикальная и неприемлемая в обществе, встреча с Арафатом и все, и все, и все. И как постепенно левые за спиной Рабина, они провели это и постепенно сделали так, что все общество вошло вот в этот транс. Транс, надо 100-летнюю войну кончить, надо отдать эти земли, надо сжаться, и тогда будем жить как в Швейцарии. И казалось, что это очень многие люди, которые были даже посередине, они все это поверили, это было изгнание из Гушкатифы и так дальше. То, что сейчас произошло, прошла ломка. Потому что, в принципе, вот этот 30-летний ословский процесс, он дошел до конца. Сейчас ты не найдешь человека, ну практически не найдешь человека, который скажет, давайте будем дальше продолжать. Почему? Потому что практика показала. К сожалению, люди учатся только на практике. Первое, что не с кем разговаривать. И второе, что они звери. Все. Поэтому, поэтому. Они не говорят, как бы левый лагерь не говорит, в терминах говорит Ханан Пара. Да, их я швут, вот это еврейские поселения, расстраивание шлема, полная земля Израильного. Они не говорят это. Они говорят для того, чтобы можно было безопасно жить, должна быть безопасна. А как должна быть безопасность? Прежде всего такая, что враг не может быть сидеть у тебя на границе. Надо его отодвинуть. Ну вот сейчас это происходит. Ну как бы. Есть какие-то варианты, что дальше-то, в чем остановиться и до такого момента... Смотри, как я вижу, как я вижу. По-видимому, сейчас, вот интересно, выборы, которые... То есть все, что было, вся как бы верхушка армейская и вся политика, все говорят, они, ну я не знаю, как это выйдет на практике, они все должны уйти. Потому что они в той или иной степени, армия дико виновата. Но сейчас все отложили на задний план, армия героически сражается. Все. Это Азинкот, про которого тоже говорили, что он был часть этой провальной политики. Что можно говорить, если он потерял сына, там, племянника и так дальше. Понимаешь, поэтому все как бы споры сейчас отложены, говорят, до, после, когда кончится война. Но очень может быть, что когда кончится война и будут выборы и все прочее, будет опять стоять на повестке дня, и тут откуда мы спорштайн. То есть вот, ну как бы, уходить из газа, либо не уходить из газа. Американцы, Байден и все, он навязывает, что там были эти самые свои, это два государства, палестинцам отдавать. Все понимают, что у палестинцев нет никого, это такой же террор, как Хамас, в этом никакой разницы нет. Поэтому каким образом будет, по-видимому, бибить до того, чтобы остаться у власти, он будет говорить, вы можете положиться только на меня, я не отдам. Армия останется в газе. И это условие для безопасности того, и жители будут возвращаться. Сейчас реально люди, люди, слушай, такого вообще никогда не было. Такая эвакуация дикая, не только из этих вот приграничной полосы, вот эта фаза, из городов вообще, из дырота практически все население уехало. Это настоящий город. Почему? Что люди просто боятся после того, что там было. Только еще бы. То что? Нет, я говорю, понятно, что боятся. Да-да-да, поэтому власти, власти, скажем так, они обязаны что-то сделать. Когда кончится на юге, начнется на севере. На самом деле, Хизбалла не выполняет, ну вот как бы, я не помню, какой это точно номер, есть постановление Организации Объединенных Наций о том, что, когда закончилась Вторая Ливанская война, да, то было подписание, как бы, договора с Ливаном, а не с Хизбаллой, о том, что эта Хизбалла, она будет до, там такая есть речка Литане называется. А они постепенно все дошли до границ, сидя прямо на границе с Израилем. И даже до того, что убители Кириацмоны практически всех вывезли. Слушай, это большой город, как бы, реально большой город на севере. И они говорят, слушай, мы не вернемся, пока Хизбалла находится здесь. Поэтому сейчас, как бы, такой переворотный момент. Окей? И не говоря о том, что происходит на Ерше, это, как бы, иудеи и самарии, потому что эти все их постепенно, как бы, потихоньку мочат. Они сейчас немножко притихли, потому что они видят, что происходит в Газе. Они боятся, что им армия после того, как раз справится с Хамасом, с ним будет то же самое. В принципе, это тоже надо решать. Потому что все, все, ты знаешь, у всех, у всех перед глазами, что сделал Хамас, как бы, под носом Израиля, 7 октября. И это чудовищный, как бы, сценарио, может быть, в любом месте. Да? Поэтому что-то должно быть изменено. Как? Да, что-то нужно менять. Ну, что-то, я почему-то боюсь, как бы, вот, не дадут, понимаешь? Сейчас очень мировое давление скажут. Ну, как же, мирные люди погибают. Да, смотри, это все правильно. Но когда доходит до, как бы, самого живого, понимаешь, что, как бы, сейчас общий консенсус, люди говорят. Да, все правильно. Америка на нас давит, давит, но есть что-то, когда ты говоришь. Это я не могу отсюда уйти. Понимаешь? То же самое, как было, там, Голденея во время Йом-Кипу. Когда Киссиншер говорил, все, вы, как бы, выгнали египтян из территории Израиля, остановитесь здесь. Она говорила, нет, мы должны в Египте завоевать эти 100 километров, на которые они прошли у нас. Почему? Потому что иначе мы не будем переговоров. После этого был мирный договор с Египтом. Понимаешь? Здесь идея такая, ты говоришь, все правильно, но у народа, народ все, я разговариваю с родственниками, часть из них левых, такие себе, все понимают. Дальше так продолжаться не может, потому что это вопрос, как бы, кьюми называется, вопрос жизненного существования. Либо да, либо нет. Если ты сейчас прогнешься, тогда делайте с ней. Надо просто сворачивать все, как бы, это самое, и разъезжаться все. Все. Окей? Ну, хорошо. Закончил? Да? Да. Я говорю, уж хорошо, чтобы, а мне бы вообще всех, чтобы их там духа не было. Ну, ты говоришь, ну, это я так считаю. Я так, можно, совсем первое. Смотри, мы можем когда, это вот как раз в рамках того, что мы сейчас читали, правильно, можно на самом деле все это закруглить в какую-то общую фразу, да. Но я не хочу так банально говорить, как бы сказать, ребят, на самом деле, смотрите, читайте Ханан Парадов, читайте Тору там, как бы, все, что он четко написано. Только если, как бы, не хотите так понять, ну, так будет очень жестким способом. Да, это то же самое. Как бы, люди нашего лагеря говорили про это все время. Правильно говорили, что они понадобятся. А в рамках уже все вышли, что сказал, что ты, вы сейчас уйдете отсюда, твои потомки уйдут, и 200 лет там, или сколько-то, мы им 400, но потом 200 будут жить вне земли Израиля, поскольку мера грехов этих народов еще, их еще изгонять отсюда рано, они еще не переполнились. Но когда вот придет там четвертое поколение, вот они как раз изгонят. Вот у меня такая надежда, что, может быть, мера грехов вот этих ребят, наконец, переполнилась, их тоже отсюда. Ну да, по 7 октября так точно. К сожалению, к сожалению, поверь мне, это историческая правда по-человечески очень, как бы, простая, но очень жесткая. О том, что люди учатся только на собственной шкуре, понимаешь? И на шкуре своих детей и все прочее. То чудовищное, что произошло, но не может просто так, как бы, быть зачеркнутым и все. И, как бы, народ не может реально, не может переступить через это и сказать, ну, хорошо, было, но, очень сожалею, давайте дальше делать. Нет, такого не произойдет. На сегодняшний момент такого просто нет. Что-то должно быть реально изменено. Окей? Они считают, что это можно сделать, как бы, опять же, технически с помощью армии. Люди нашего, как бы, лагеря считают, что это не технический вопрос, это вопрос идеологический. Окей. Что будет дальше, посмотрим. К сожалению, к большому сожалению, столько людей заплатили чудовищно, совершенно, совершенно чудовищно. Слушай, у них эти арабы, которые там грабили, убивали, поджигали, насиловали. Чудовищно совершенно. Даже немцы такого не делали. Немцы делали в других масштабах, там, газ придумали и все. Ну, просто такие чудовищные убийства. Я не знаю, когда это было. В Средневековье такое делали. Потому что такого вообще не было. Не хочу, как бы, рассказывать, но это чудовище. Даже насилие над женщинами, насилие. Это какие-то зверства совершенно. Слушай, ну, я прям, мы все это знаем. Да, да, говорю. Поэтому это, понимаешь, это такая рана, которая осталась. Осталась ни на день, ни на два, и ни на годы. Это настоящая, как бы, катастрофа, только в рамках современного Израиля. Окей? Ну, хорошо, закончим на этом. Кану Касамех. Хороших, но в любом случае, каких-то новостей. Мы замечательно с Жаной позанимались. Будем с бурочной помощью продолжать дальше. Вы очень классно читали. Все, всем счастливо. Пока. Пока. Пока.